Судья ГУСА СПУ Украины в складе Фанова Коротыче-Паликова разглядывается с ЦИНСКА ТОВАРЫСТВА СОВНОЖНОЕ НЕО СПУДАЛЬНОСТИ Запоресский Мальбусов ликвидатора публичного акционерного ТОВАРЫСТВА Запоресский Ставель прокатный завод Магих, ЛК, ТОВАРЫСТВА СОВНОЖНОЕ НЕО НЕРГО МАШИНВЕСТ На постановку Донецкого Апельсина СПУ СПУ Украины, 14-го, 10-го в праве Ростовского судья Запарижской области за заяву о товаристве «Сармонтной республиканности «Энергомашинвест» о публичном цене на товаристве запарийский столепрокатный завод «Про банкротство». Предповедно до статьи 11 закон Украины про судоустро и статус судья проведение в зале судового заседания под изъемки, видеозаписы а также трансляция судового заседания повод издействовать безстворным перешкодом в этом заседании изменить участниками судового процесса и их специальных прав. Суд может вызначить место в зале судового заседания для кого в мае проводится съемка и видеозаписы. Шановны, здесь кустим, коллеги судеб вас поведомляют, что мы здесь не в функции, публичные функции. Коллеги судеб, уважаю замозила, здесь не в видеозаписы, але якщо ктось из участников провожения запарыча, чтобы его снимали, то оператор не имеют права здесь не в виде этих съемки, этих участников. Вы можете суд снимать, этих других участников, которые не запарычу. Зазумило? Вы... Да, но так же я подавил хлопот. Есть порядок? Мы все заступим. Так. Зараз надешла заява поведрить складу коллеги судеб. Вы представлены наши спорты. Так. Зараз у нас справа слухается коллеги судеб Панова Короткевич Поляков. Заспустим, что судья Погребняк находится у Ведрячжени, автоматичный, предбуласа автоматичная замена склада коллеги судеб, и справа слухает судеб Панова Короткевич Поляков. Так. Ведзывника пелецинец Карьева дешев ведрит коллеги судеб. Да. Ведзывника он был в Ведзывнице Калитинец, да? Я. Пришла заява поведрить коллеги судеб. Так. Постанов Донецкого пелецинного сходовского суду Виктор Фуфруделова Ведзыв. Постанов Донецкого пелецинного сходовского суда 1.11.2016 по справе Мою заяву про вызнание десных результатов опционов сходов жемельного оборудования задовольна. Рейдеры в особе Сергея Лазаренко и Энергомашин инвеста подружки Олега и Татьяны Дубина компания Украинский бизнес вырешили вырешите проблему радикально менед в быте а у судей ВГСО купите постанову про скрасывание постанова апелляционного суда. Энергомашин инвест присутник в правом урозе по справах повязанной с партнерами Олега Дубины семьи любимого за Крымас Виталия Любимова Калышни и Кировников Запорисского Сталепрокапанного завода суда якова порушена промажь из основных торгового дом Метиза из основных торгового дом Метиза в Реястре товариство компании Украинский бизнес фирмы Татьяны Дубина бенефициаром яков гамотиним ФРМ в свою червь Ховер для кого заслонны кумье ИМА ГМБХ это все фиктивные компании для которых я подаю заяву на БУ 21.11.2016 Лазаринка особистого подавка Сатиму скал вверху насчет повернула начасно подала скат Генагих и товариство Запориски Мальпосуд насчет повернула поданное товариство потрапило в руки повертаторщика Синхот Калышный керевник циф товарист Пилаев Егор тепер очули охоронное агентство килеров 9.12.2016 меня спробовали убить суди по Новокараткевич и по Гребняк свідомо затягивали справу чтобы килеры меня убили меня даже не внесли участники процесса в заседании надав доказы ФОП Руденко 14.11.2017 года у нас в заседании есть представник есть сам ФОП Руденко вы получите свою заявку почитайте как воно написано там подставы для отвода а не заявок я прошу правильно назвать вы сами можете процитовать наша справа очень резонансная и то что нет в видеотрансляции которую мы заявили это тоже про что свидетель сейчас мы говорим вопрос про ВИДВОР я сказал что я в судовом заседании надам этот доказ я неодноразово подавал на адресу ВИДУ заяву чтобы меня внесли в число участников процесса оттепер я не знаю почему до сегодняшнего дня нет среди у участников почему среди у участников есть фирмы или точнее структури которых не существует в частности уже не существует от же Никитовской податковой не существует в заводском районе суд принимая такие заявки сведомо пішов на те что не будут присутні мені особисто Насіров обіцяв что податково будет принимать участь в заседании мне особисто Насіров кинцевому судовому ме так але я заявляю что все было сведомо я еще раз подкраслюю что у меня есть доказы которые я передаю про то что все эти структури они фэктивными если вы поделитесь торговый дом метизы там немае кинцевого бенефициара там основником есть компания украинский бизнес яка же и есть участка торговой я не подавал слово я давал підставки значить згідно господарство процесального кодексу если судове стало известно про какие-нибудь факты криминальных злочин он сообщает соответствующие органы або прокуратура я вам сообщаю про злочини про организацию на меня замаха я называю конкретных людей Олег Дубина Тетяна Дубина и Сергей Лазаренко хай переверяет прокуратура поэтому я не извините пожалуйста но повинны зараз идти соответственно до закона я того и хочу ваша честь мы ждали этого дня очень долго я не подавал заяву про отвед это может быть с подставой для самовидвода но это судья и сама разъясняет если судья вважает что кто принимает участь потом суд пойду в заразчу комнату для принятия решения я хочу подсказать что я заяву про льдведь не подавал дякую 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 судовом заседании присутствие ликвидатор публично акционер товарыстов зафорист и стали прокат на залог наличие доверяйте родной справа льдводы еда с ним ваша честная дякую свидетель с каждой два товарыстов соблежной литвидальностью энергомашингест перегон доверяйте нам возле справа льдводы до складу коллеги в письмовой форме еда у меня есть но я хотела немножко попозже подать до початку розы справа согласно ГПК подаются все льдводы давайте письмовое вышите вашу заяву проверю так представник макар ведводы еда слава пребес дякую свидетель представник фоб Руденка Рудич прошу выключение еда до славы не нема нема свидетель представник фоб Руденка Новиков народ субсидов Держава податковой инспекции в Заводском районе в Запориже главного управления ДФС Запорежской области представляя ИСАК я всех пророковала так заявляемый вид всему складу коллеги в данные справа так было порушено порядок вызвачивания судей для розгляд данной справы становлены частиной третьей статтей 2.1 этого кодекса то наявность я вставлю что выкликают судник в их направлении каким судем вы извините первичному складу вы должны уходить пожалуйста по миле Панова Поляков Коротевич Панова Поляков Коротевич это я поеду 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 В статье 20 ГПК Украины. Питания про ведет и самовредвид судей вырешиваются в нарадчей кимнате. Тому мы сейчас хотим вас видеть в зал, мы будем задавать вопросы. Все речи, а избирательные. Разгадавши в нарадчей кимнате заяву представника полпроцента, проведет коллегии судей, Панова Полякова Караткевича, Высшая Судовская Суд Украины, Кировичей статьями 20 ГПК Украины, ухвалываю заяву представника полпроцента, проведет коллегии судей, у справедливого на 908.34.68.13 Панова Полякова Караткевича, вид хилиты. Заразумела? Да. Так, сейчас было заявлено такое клопотание про самовредвид судей Панова Елена Юрьевича, у справи від ФОП, коллегии судей, звертаю увагу учасникам проведения, что статья 20 ГПК Украины не предбачает возможности статья судей самовредвиду, написав статью 20 за клопотание в стороне. Заразумела? Тобто коллегии судей, вважаю, что необходимо продолжить этот разговор. Клопотание, которое будет? Еще и будет какие-то клопотания, пожалуйста. У меня есть вопрос о прекращении указательного проведения. На основе статьи 8 закона указательного проведения по даже способности борщника, або визнания его банкротом, в связи с тем, что есть перелик ухвал, который подходит указательному оскаржению. Серед этого перелика нет указательного оскаржения, оскаржения, респекты локационного проведения банкротства. Наведенный перелик судовых решений, что подлягают оскаржению, его чехни, поэтому поддание касательных скарб на иншу судовую решение клиенте в справе про банкротство взявлено за собой нас... Это будет в вашем группе выступления? Это не то самое. Это то, но вы до специальной части, так? Так. Я податурю. До развития справки, по сути. Так. И системный анализ значительных норм права даёт представь для выяснанки, что в моменте порушения стосовно Борщенка справа про банкротство он перебывает в особенном правовом режиме и специальные нормы закону про банкротство имеют приоритет застосовывания при розгляде справ про банкротство щодо других законодательных акций. В связи с этим, необходимо на части 3 статт. 8 закону про банкротство с ним врученник таким чином, что в ней установлено деякие особолисти и обмежения у реализации права на касательное оскаржение судовых решений по процедуре банкротства, которые полягают, в частности, в завершенном розгляду вопроса о повознании недействительных результатов оскаржения банкротства и завершении соответствующего операционного проведения. Аналогично правовую позицию мы введемо в постановку Курховного суду Украины, в связи с этим я вважаю, что неправомирное было повышено касательное оскаржение. У вас есть по поводу или цикл? В связи с этим я прошу припинити касательное оскаржение, я там буду каретить. Привод за ней уже постановил Верховного суду про рейт-мультси. Верховного суду есть пять постанов, остальная была, я вы... Он не может сказать, он не может быть, если на... Они хорошо сказали, что это... Давайте мы сейчас обсудим... Так, все, какие будут... Это клопотание. Ваша честь, я прошу заборонить зйомку судового заседания, так что я не даю згоду знімати себе фізичную особу. Я так понимаю, в центре, пожалуйста, вы в операторе? Так, Ваша честь, учасник процесу может вернуться до суду на проведение закритого заседания, мне не нужно дозволу в открытом процессе проводить фото-видео с фиксацией. Если эта особа не желает быть в кадре, она может вернуться в нашу редакцию, сплатить деньги за демонтаж этих кадров, мы сделаем это. Ваша честь, мы, публичные особи, суд вы можете снять. Это порушение их права. Статтю 307 цивильного кодекса. Я знаю статтю 307 цивильного кодекса, также, если вы прочитали статтю 307 цивильного кодекса, ознайомьтеся с научно-практичным коментарем. Там все вказано, как это делать. Если вы считаете мои действия неправомерными, обратитесь к суду. Если вы будете поддерживать работу суду, то суд вас удалит с залом. Поэтому, шановный суд, это у вас на суд, и выполняет все азии. Суд сказал, всем, которые не хотят, чтобы вы снимали. Пожалуйста, не снимайте. Это обязательство должно быть выполнено. Еще какие будут такие вопросы? Ваша честь. Ваша честь. По початку заседания в канцелярии, Ваши господи, податковые подали хлопотание про замену страны. Там есть отриманное? Еще какие есть? Ваша честь. Еще какие есть? Ваша честь. Сейчас есть. Там еще такое. Ваша честь. Ваша честь. Так. Мы сейчас сессуямо думали у других участников процесса. Сам ФОБ Руденко. Ваша честь. Я поддерживаю скалпирование моего представителя. Я обратил внимание, что не журналисты, как проявляли. А представителя. И выдавляться моего представителя из судного зала это будет минимум нарушение моих прав. Я первое хочу сказать. Другой, я хотел бы подтвердить, что я тоже журналист ведения, наша версия, вы можете продемонстрировать, и я тоже маю право, как участник процесса, подать колпотание про видеотрансляцию. Мы подали это колпотание. Я хотел сказать, что было разъяснение В. Господарского суду, самим В. Господарского суду, про необходимость задовольняти колпотание про видеотрансляцию. Я сам оцего листа використовую для организации видеотрансляции в другом судочинстве. Я поддерживаю колпотание в видеотрансляции, как журналист расследуешь, это очень важно. Эта справа мает надзвичайную вагу, потому что это оборонное предприятие, оно было практически отжато, порушение, оно важное для оборонки. Это, я говорю, как військовой журналист-друг, очень поддерживаю. Я не поддерживаю, тем более ликвидатор – это не частное лицо, это посадовая особа. Спасибо. Спасибо. Вашу честь, я против всего. Вашу честь, мене тільки що знімали. Вашу честь против этого, потому что это не повага, не повага до судов, не повага до других сторон. Вважаю, что слухозапису цього судового подсоседения, который ведется, соответственно, в законе, есть достаточно. Вважаю, что работа цієї справи має бути компетенцией, потому что он спросится ли сто лет учасникам этого процесса. И другие люди, которые могут это бачить через YouTube, они до этого процесса не имеют никакого ответа. Сидайте, пожалуйста. Ваше другое. Я буду задавляться вопросом, потому что порушили мои права и физическое суд. Спасибо. Еще один представник есть у нас. Просто вы на той стороне сидите. Попруденко. Представник, ваше прізвище, пожалуйста. Светлана Александровна. Светлана Александровна. Трансляции все не запорежьте. Спасибо. Короткая репька. Шановое подавите. Короткая репька. Все сказала так. Короткая репька. Я хочу уважать суду, что в Донецком апелляционном господарском суде была в видеотрансляция. Суд не заперечивал. В том числе и... Через YouTube была трансляция? Через YouTube у нашей прямой трансляции была. Не через судовую владу. Мы просим про через... Я зашлила. Я зашлила. Я зашлила. Я зашлила. Мы рассмотрим вас. Мы радуемся. Зачекайте, пожалуйста. Здравствуйте. 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 ДПК Украины. Правосудие в Государственных судах здесь нет на засадах ревности всех участников судового процесса по закону судового. И по именно статье 4, значит, пункт 3 измогались. Судовое судочинство в Государственных судах здесь нет на засадах измогались. К тому коллеги и судьи, разглянувшие клопотание нашей версии про демонстрацию и трансляцию судового заседания на офицейном канале YouTube судового влада, Украины вважают это клопотание, задовольное это клопотание, в связи с тем, что есть представители, которые заперещают против проведения этой трансляции. Для обеспечения неупередженности развития уставок, коллеги и судей вважают, что необходимо отменить это клопотание, но дать дозвол про действие видеофиксации, дать пояснение сторонам и так далее. Понятно? Вы можете проводить вашу съемку и мы будем слушать справа. Понятно? Все, продолжаем рассмотрение. Еще что-то вопрос есть. Будь ласка, какое вопрос? У меня, ваше честь, мои представители подали через канцелярию заяву про выключение из участников процесса товарной биржи Херсонская универсальная товарная биржа. Так, шановне, мы такий порядок вам запропонували. Сейчас всех заслухаем, все ваши пояснения, все заслухаем, а тому относительно всех пояснений, всех материалов справа будем вырешивать эти вопросы. Понятно? Нет, мне не понимали. Если мы их не выключаем до начала процесса... Вибачьте, пожалуйста, эти вопросы, которые вы выяснили, вы вырешиваете при расследовании по сути. Мы не можем удовлетворить это вопрос, не рассматривая это вопрос по сути. Это господарский процесс. Если мы вас сейчас задоволимы, то мы порушим право в следующем часе. Поэтому вас будет важливо высловить. И мы уже потом на основе всех зауважений, меркуваний, выступов будем принимать решение. Это вопрос рассматривается по сути. Ваша честь, я тоже бы имел возможность сказать, что это европейский суд. Я хочу еще одно вопрос. Кто взаимодействует? Слушаем. А мне что не дают? Так у нас еще вопросы есть. По сути, ваша честь. Ваша честь, я вважаю, что правительственным господарским судом были порушены нормы материального и процессуального права. И, соответственно, в связи с чем, если эти нормы были порушены, то решение должно быть скасовано в повном обществе. По-перше, что до порушения норм материального права. Суд апелляционной инстанции неправильно использовал нормы ст. 64 закону про банкротство, что привело до принятия неправильного решения. Как в решении было вказано, что акцию проводится с возможностью снижения початковой вартости, доказательства, что у вас уже новый представитель. Так. Суд апелляционной инстанции есть статя структурная. И, фактически, правильная справа мы не дослежим. Скажите, пожалуйста, с чем мы не звольны? Что порушил суд апелляционной инстанции на вашу работу и все? Материальная справа. Так. Материальная справа. Статя 64 была неправильно использована, когда была использована 66 статя, которая говорит о покровном снижении цены, а не о том, что может быть с голосом подано пропозицию. То есть он неправильно использовал статю 64. Суд неправильно использовал 65-66 суд, когда сказал, что снижение цены мает быть до минус 40% от початковой вартости. Это на других выполненных торгах. Это тогда, когда 66 статя каже, что понижение цены идёт до того, пока не будет выявленный, бажающий, припарти лот. И про это же каже информационный лист ВИС. То есть он не понимает, почему и из каких норм суд выходит до висновки, что граничною отметкой есть 40%. Также это нарушение норм процессуального права. И вважаю, что судом не выполнено встановление процессуальным законодательством для развития правил, которая не надана в належной оценке всем доказам их сукупности и не выполнена в обвисках для устранения сторонам равных прав за сады магальности. То есть, во-первых, нам не было известно, что есть визит торговой организации, нам не было известно, что, по-друге, вважаю, что было отдано перевагу апеллянту, тобто Руденко, потому что у заявки не было надано анализу безлічных доказов, которые были наданы ліквідатором и было переваж... Ну, добре, скажи, есть такое запитание. Вповедно, до статті 64, часть 1, 2, то коупциона не может переваживати 10% початковой вартости. Если ничего не предупречено договором. Нет, там такого нет. Скажите, будь ласка, вы слушаете, что я слушаю. Скажите, будь ласка, у вас где-то двух коуп, який? На первых двух коупционов 10. Это лот-1, лот-2, лот-1, лот-2, лот-2, лот-1, лот-2, з, 1%, потому что потом до договора было внесено змина. Это вопрос еще нет. Еще нет. Так, инший призывник из Тураска. Кажите, что на вашу думу порушен судам есть? Я самовважаю порушенному статтю 64. Было проведено належным чином аукцион. Підняте з голосу была пропозиция щодо придбання лоту. Крок аукциону был 10%, как видно из протокола. И таким чином было выявлено переможца аукционов. Суд не надав цему уваги и получил материальное право. Також не были проанализованы доказы и какие-то заперечения, которые апеллянт пытался передать суду. Они были проанализованы и на основе своих собственных переконаний суд было решение, которое было скасовано решение первой инстанции. Важаю, что это не обрунтовано. Прошу всем сказать задовольствия. Доброе свидание, пожалуйста. Податковая инспекция. Они не скажут. У нас два заявника и третий не жили все. Я дополню, пожалуйста. Щодо снижения цены у протокола, у каждого из протокола двече, было сказано, что было покроковое снижение цены. И была ссылка на 66 статтю. Однако суд апеллянт пытался не принял этого уваги. Сделал висновок, что в наявных материалах что початковая вартість не снижилась в порядке статтей 66. Я сделала анализ и видно, что в каждом протоколе по два раза было отмечено, что было снижение покроковое снижение. И также было сделано анализ протокола, до которого есть вимоги для складывания протокола. И там не говорится про то, что должно быть отображено покроковое снижение. И все реквизиты, которые должны быть в протоколе, они есть. И я сделала анализ и надала его в свой консенсационный метр. У нас есть участники проведения. Представник Державной податковной инспекции. Слушаем вас. Вважаем решение суд апеллянт пенсионной инстанции законным и оборонторным, вынесенным в дотримании вимог материального и операционного права. Вважаем, что поручения при проведении акционов все ж таки были. А саме, по-перше, акционы проводились поручением строков проведения акционов, встановленных законом Украины. Докладно данные поручения неодноразово были описаны в процессуальных документах, которые подавались до судей. Я понимаю, что данные поручения есть сформальность, которая не произведена в изменении протоколу проведения акционов. Однако данные поручения законом мали место. И по-друге, поручения, которые мы не считаем формальностью, которые поляга в следующем. Как установлено программбулой закону Украины про банкротство, метеором есть повное частковое задоволение в умог кредиторий. Забеспечение задоволения в умог кредиторий «Можливо лише за умову продажу майна боржника за найвищей ціною». Принцип забезпечения реализации майна боржника за найвищей ціною «Сберягается, навіть при выборе способу продажу активов, как установлено в ст. 44 и так далее. З метеором обеспечения прав субъектов даних законодавцам установлено порядок реализаций майна боржника. Права участников не будут поражене только за умови неохильного дотримания «Ми своими словами скажите, че там?» «Ну я, Ваша честь, крат, кратце» «От основная позиция – відносна в порушениях кропу». «Ну вот кропу, да, часть 4, ст. 66 закону про банкрутство. Я себе прямо зацитувала, Ваша честь. «Під час проведення аукциону знижилося зниження початковой вартости за відсутністю вважаючих в власти договір. Лецитататор знижить початкову вартость на крок акциону доки не виявиться вважаючих в власти договір. Ми, Ваша честь, такого не побачили, що було покрокове зниження ціни». «Тепер представник заявника апеляційного суду. Всі представники заявника апеляційного суду. Вважаємо постановлення зниження апеляційного суду правомірною, і вона являється зокричною, оскільки даний спір не підлягає касаційному оскарженню. Це, по-перше, є стаття 8 закону про банкрутство, де пералічні всі питання, які підлягають касаційному оскарженню. Дане питання не підлягає касаційному оскарженню. Це, по-перше. По-друге, ми вважаємо, що самі скарженики запуталися в цих питаннях. Вони кажуть про те, що протоколові були зазначені застосування продажу майна на підставі пункту 4 статті 66, проте самі використовували статтю 64, де передбачалася ціна продажу майна за ціною з голосу учасника аукціону. Проте не була використана стаття 5, не була прийнята до уваги, яка зазначала, що приймається ціна з голосу учасника аукціону, якщо вона є більшою за ціну запропоновану ліцитатором. Це пункт 5 статті 64. Тому вважаємо, що скарженики не залежно чинно обґрунтували неправомірність даної постанови апеляційного суду і саме не знають, яку все-таки статтю вони приймали даного роботку. Два запорядження. Я підтримую оставити рішення Донецького комплексійного суду і два замечання. Перше, то що оборудовання все це було вирізано і продано «Энергомашинвестом» ще до аукціону. Оно було продано і вирізано за наличку в летом осенью 2013 року. Коли аукціон був объявлен, оборудований вже не було. І для чого це робиться? Естественно, законопослушний приобретатель, коли обращається в виде рекламу или объявлений о продаже, він обращається туда, а оборудовання немає. Ему кажуть, що це так треба. Ну і поэтому там никого не було, кроме... А що це було за оборудовання? Це було оборудовання, волочильні станы. Я ще представлюсь, я акціонер. У мене 21,8%. Тому мене за завод і больно, тому що оборудовання було вивезено, так сказати, незаконними способами. Волочильне оборудовання, там було около сотні волочильних станов. І вторе производство – це було производство кастрюль, яких вже немає в Україні. Це пресі, немецкі пресі. Стоимость кожного була мільйонів доларів. Так як більше участників не було, коли обращаються до розпорядітелю акціону. Смотрі – оборудовання немає. Ну і ніхто не участь, естественно, кроме торгового дому Метиза. А теперь посмотрим, откуда взялось банкротство. Кредити брав не завод, а торговий дом Метиза. ООО «Торговий дом Метиза», де було два учредителя – директор завода и председателя наблюдательного совета. Отец и сын Любимого. Они кредити не отдали. Завод выступал залогодателем. Оборудовання все забрали, вырезали. Но завод становится правоприємником этих кредитів. Но при этом ліквидатор не обращается к торговому дому Метиза. Я задавав їй в судебному заседанию, почему она не взыскала с торгового домом Метиза эти все долги, которые были подпочеркнули. Банк давал торги не за СПЗ, а торговому дому Метиза. Поэтому правоприємник, они должны были обратиться. А они еще допускают торговый дом Метизы. А виносно аукциони? Допускают торговый дом Метизы, у которого есть деньги. Который не стал банкротом. Он брал торговый дом Метизы кредиты. Не отдал. Оборудование забирают у завода. И торговый дом Метизы с этих же акционов его выкупают за копейки. В десятки раз ниже. То есть ліквидатор должна была взыскать сначала эту сумму с торгового дом Метизы. Она не обратилась в суд. Потому что, я подчеркну, ЗСПЗ стал правоприємником этих всех кредитов. То есть это коррупционная схема по выводу оборудования. Что вы просите? Оставить решение Донецкого апельсионного суду в силу. Можно мне добавить? Ваши инши представители. Разрешите, я забыл. Дополню. По всем этим вопросам, откуда я знаю, это потому что я сам писал заявление в милицию о возбуждении уголовного дела. И летом 2013 года шесть акционеров Запорожского стрелепрокатного завода обратились в Запорожское заводские. И уголовные дела до сих пор идут. Давайте. Ваши велики. Шановная коллегия судов. Я, звичайно, поддерживаю и заявника, и акционера. Зараз триваю війна. Я вам, как журналіст військовый в другом поколении, стоять вопрос нашей государственности под загрозой. И такие оборонные заводы, где были дорогие немецкие обладания, они очень важны сейчас, в этот момент. Ви ж бачите, что абсолютно за, скажем так, рейдерско-криминальною справою, что сделали с заводом, как произошел этот псевдо-аукцион, когда не по крокову, а вот так обвал сделали цены. И, понимаете, это не просто тут зібрались какие-то приватные особи с желанием поговорить. Вот этот документ, который, очевидно, зачитает пан Руденко, говорит про то, что СБУ собирается открыть справу по этому факту, по этому заводу. Это будет подано в НАБУ, я особисто, как журналіст-розследователь, проконтролюю, очевидно, мой коллега. Поэтому, конечно, я поддерживаю и пана Руденко, и пана акционера, и всех, кто борется сейчас на святой стороне. Дякую. Давайте я скажу, потому что, мой поддерживающий. Важная честь. Это такая сложная справа вам досталась. Это был единственный уникальный завод в Украине. И сегодня у нас нет базы ремонта бронетранспортеров, у нас нет выпуска подшипниковой проволоки, у нас нет выпуска алюминиевой проволоки, у нас нет проволоки ВР-2, которая идет на оборону. У нас нет чем ограничить Украину. У нас нет цены, что построить. Потому что рейдеры, а саме Лазаренко Сергей, известный рейдер, который снищил много, мы с ним встретились. Он предложил нам 12 миллионов, чтобы мы отступили. Но я думал, поменяется как его, властник, и будет дальше выпускать. Ни. Просто. Гитлер тричі приезжал дивиться на этот завод в Запорожье. За два дня до вступа наших військ. Нас в серпні 2015-го за один месяц вырезали, вы поедете, на десятках, на сотнях гектаров стоять руины. Как в Херосиме. Мне 62 года, я очень боюсь, что я могу не встигнуть. Я, кроме того, что правовым способом, я, как патріот, знаю, каким чином назовут мою улицу. Есть злочинцы, я називаю Олег Дубина, его дружина Тетяна Дубина, и Сергей Лазаренко. Это враги Украины номер один. Почему мы должны оставить эту справу в переднем? Я хочу сказать, что, действительно, тиждень назад мы разом с Макаровым были в новом керевнице СБУ. Он мне обещал, что будет порушено. И что паня Нагих будет сидеть скоро. Я хотел бы сообщить, что есть, я отримал от податковой, что есть порушена криминальная справа у податковой Запорожской области. Проти пані Нагих в том числе по цьому заводу. Пані Нагих мовчий. Не существует торговой товарной биржи Херсонская товарная биржа. Я тебя порушил справу. Все листи повертаются. Их не существует. Кроме того, не может быть торги у товарной биржи. Вона не є товарной биржей, згідно закону про товарні биржи. Вона є звичайним ООО. Точніше ТОВ. ТОВ. Я у своих местах подали достатньо доказов. Подав заперечення. Грагментованно. Я ще хочу підкреслити, що підроблені документи не тільки биржі. Підроблені документи ми мали право. Суд витребував. Якщо б були ці торги, хай нададуть нам аудіозапис. З голоса продаж. Ні. Не подали. Немає. Я прошу, Ваша честь, боліть за Україну. Казав мені Білан, не вчить мене любити Україну, а сам ні грами не зробив. Я їм не пробачу цьому. Ні продану, ні Білану. За те, що вони знищують мою Україну. Я прошу відмовити в касаційних скаргах, які незрозуміло чому об'єднано одразу три. Незрозуміло чого відповідати. Неподивлено законність суд встановивши. Залишити без змін. Ми повертаємось в початковий стан у господарський суд в Запорізькій області. І ми її вже будемо далі, як робити команду. Відповідати. 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 Ми все це робили для дітей. Відповідав, що від цього заводу залишилося. Дякуючи спритним таким бізнесменам. І зараз з високих трибун нам розповідають, що нам потрібні інвестиції. нам нужны инвестиции, но мы сами уничтожаем свою промышленность и страну, и страну, и страну, поэтому я поддерживаю своих... Просто оставьте без накида. Короткое дополнение. По сути, я понимаю, что и на заседание, и на попередние товарная биржа не появляется и не существует. Все мы получаем назад. Все, все, все. Шановные постановки, коллегия судеб закинчила розыгрыш. Все пояснению мы выслухали, за основу выхода в донорачий кимнат. Звучит у нас 12-й, мы порадуемся. Все речи забирается. Кимнат разрешила честное постановление в Украине 14-го базе 2017-го урока, правильный номер 980-3468-13. Высший с Украины, бывший Асподарский суд Украины в складе коллегий судов Фанова Короткеевича Полякова. Разведан уже к Стивницкой, агент Товариства, совместного и отп gustaría на запарижские мальпо. Суд ликвидатора ПО, ЗАГИДАТРА, 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 ЗАГИДАТРА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо, что любите Украину!